Когда друзья спросили у 32-летнего Модельяне, за чье здоровье они беспокоились, почему он не найдет себе подружку, которая заботилась бы о нем. Тем более, что недостатка в них у него никогда не наблюдалась. В ответ он сказал, «Я жду ту, что приходит ко мне во сне. Она тиха, как ангел, у нее грустное лицо. Она все время молчит и ничем не выдает своего присутствия. Но я чувствую, что она рядом и верит в меня». И этот ангел появился. Жанна Эбютерн соответствовала всем канонам, которые обозначил для спутницы жизни Амедео Модельяне или просто Моди, как любовно называли его друзья. Она была тиха и беспрекословно принимала Моди таким, каким он был – озлобленным и язвительным, как это часто бывает с гениальными людьми, не получивших еще всеобщего признания. Вино и наркотики доконали его и без того слабое здоровье. У него к тому моменту обострился туберкулез, и внешне его уже сложно было назвать красавцем, как когда-то. В 33 года к моменту встречи с Жанной Моди выглядел не лучшим образом. Нищий чахоточный мужчина с валившимися щеками и черными зубами. Только глаза еще горели притягательным огнем и таили в себе какую-то опасность и тайну. А ведь когда тебе совсем недавно исполнилось 20 лет, кажется, что все еще впереди и жизнь будет долгой и, конечно же, полное признание. Так казалось тогда молодому начинающему художнику, сбежавшего из-под материнской опеки. Парижское высшее общество с восторгом встретило нового человека с изысканными манерами и с несомненным чувством стиля. Он элегантно одевался, с легкостью поддерживал беседы, отменно пил и изящно курил гашиш. Надо ли сомневаться, что при таких талантах Моди пользовался невероятным успехом у женщин? Сам он, кстати, к ним был равнодушен, но общением с ними не пренебрегал. Наоборот, он становится завсегдотаем парижских борделей и балует себя мимолетными связями с натурщицами. Вот только художественные таланты Амидео остаются незамеченными. Картины не находит отклика ни в преподавателях, ни даже в друзьях. Он пробовал выставляться, все безуспешно. Его другое серьезное увлечение – скульптуру придется бросить из-за проблем с легкими и невозможности платить за материалы. Ангел меж тем проживал неподалеку. Жанна была вторым ребенком парфюмера. Странный господин настолько уставал на работе от запахов, что от своей семьи требовал дома полнейшей стерильности. Не дай бог запахнет едой, и семейство питалось молоком и хлебом. Также его раздражали и звуки, поэтому в доме всегда было очень тихо. Только тогда, когда Жанна вырвется из этого странного родового гнезда, она начнет изучать этот мир полный запахов и красок. Жанна поступает в Академию Колороси. Девушка очень отличается от своих сокурсниц. Скромная одежда, отсутствие косметики, никакого интереса к алкоголю и курению, а также к любовным похождениям. Такой и увидел ее моди. Тихую, с белой кожей и с заплетенными в косы волосами. Это она была в его снах. Это ее он ждал. И, наконец, дождался. Их любовь трудно назвать нормальной. За те три года совместного проживания Жанна не услышала ни одного слова любви. Не увидела ни одного проявления заботы. Наверное, ей просто было достаточно того, что он рядом. А ее любви хватало на них обоих. Она безропотно принимала и нищенское существование, и художника часто в нетрезвом буйном состоянии. И даже побои. Часто молча дожидалась любимого возле кафе, где он пьянствовал с друзьями, чтобы отвезти его домой. Наверное, Жанна чувствовала, что нужна ему, что ему важна ее поддержка и вера, и ее безмолвное присутствие. Поэтому и отдавала всю себя на служение этому гению. Именно в первые два года их совместного проживания модельяне создаст более ста полотен, почти половина из которых с лицом Жанны. В 1918 году у них рождается дочь. Но из-за того, что здоровье художника сильно ухудшилось, Жанне приходится сделать выбор. Она отдает ребенка на воспитание и посвящает все свое время гениальному мужу. Но летом она старалась навещать малышку каждую неделю. Правда, со временем это становилось все тяжелее из-за новой беременности. Тем временем на творчество модельяне появились первые положительные рецензии. Он готовится к выставке в Лондоне, где даже покупают несколько полотен. Но окрыленного успехом художника в Париже опять ждет провал. Он бьет все больше и больше. Хотя куда уж, ему уже не нужны ни друзья, ни собутыльники. Он напивается один на улицах города и бродит по ним до утра. Друзья удивлялись, почему Жанна не пыталась хоть как-то его образумить. На что она отвечала. Моди знает, что обязательно должен умереть. Так будет для него лучше. Как только он умрет, все поймут, что он настоящий гений. И 24 января 1920 года художник скончался. На следующий день 21-летняя Жанна Эбутерн погибла, выпрыгнув из окна, будучи на девятом месяце беременности. Без любимого Моди жить ей не захотелось. Ее слова оказались пророческими. После смерти модельяне обрел всемирную известность. А в 2015 году его картина «Лежащая, обнаженная» была продана на аукционе за 170 миллионов долларов. Счастье – это прекрасный ангел с печальным ликом. Эту фразу 17-летний Амедео Модельяне, будущий художник и скульптор, произнес задолго до того, как встретил Жанну Эбутерн. Она любила его всей душой. Он по-своему, но гениально.